Как было, Василиса? О виноградах. О каких? Добрых или? Нет. Злых. Сегодня притчу Господь сказал о виноградах. Притча это иносказание, что так, может быть, так бывает в жизни. Но притча-то сказала не просто, что как, на сказку вроде притчу сказал, а как это к тому времени относилось, для тех людей, которым он говорил, и как сегодня мы к себе можем это. Касается или нет эта притча? Ведь она сказана две тысячи лет назад. Может быть, нам она и вовсе ни к чему. Но Слово Божие, которое сказал Господь, оно всегда и во веки тот же. Притча о злых виноградарях. Это из беседы святителя Иоанна Златоустова на сегодняшнее евангельское чтение. Настоящую притчу Христос научает, потому что Бог с давних времен промышляет баудеев, что они с самого начала склонны были к убийству, что приняты были всевозможные меры для их исправления, то даже по избиению ими пророков Бог не отвратился от них, но еще послал к Ним Сына, что один и тот же есть Бог Нового и Ветхого Завета, что через смерть Христову совершено великое дело, что иудеи за крест Христов и за злодеяние свое понесут крайнее наказание, что призваны будут язычники, а иудеи же отвержены. Притчу эту Христос предлагает после предыдущей для того, чтобы тем показать всю тяжесть и совершенную непростительность греха их. Как же и в чем именно? Тем, что иудеи при всем об них попечении дали блудницам и мытарям опередить себя, и при том так много. Рассудить же, как велико было Божие попечение о них, и как непомерна их беспечность. Он сам сделал все, что надлежало делать земледельцам, обнес оградою, то есть закон, насадил виноградник и все прочее, а им оставил немногое, заботиться о том, что уже есть, и сберегать порученное. Ничто не было забыто, все приготовлено, но и при всем том они ничем не воспользовались, хотя многое и в большей мере получили от Бога. Так, когда иудеи вышли из Египта, Бог дал им закон, дал им город, устроил жертвенник, и храм воздвигнул, Бог дал им закон, дал им город, и отошел, то есть долго терпел, не всегда наказывал, отчаст по преступлению, после своих слуг, то есть пророков, взять свои плоды, то есть повиновения, доказываемыми делами, но они в этом случае показали свою злобу, не только после таких попечений о них не дали плода, что обнаружило их бездеятельность, но даже вознегодовали на пришедших. Если нечего было отдать, хотя были к тому обязаны, то им надлежало же не досадовать и не негодовать, а умолять. Они же не только вознегодовали, но еще обогрили руки своей кровью и сами, заслуживая казни, предали казни посланных, поэтому Бог послал в другой и в третий раз, чтобы обнаружилось в них их злоба и человеколюбие пославшего. Видишь, как Христос предсказывает о самом месте, где будет убит, и вывели, выведя его из виноградника, убили. По свидетельству евангелиста Луки, Христос сам объявил, что надлежало им за это претерпеть. А они сказали, да не будет. Но он привел свидетельство, взглянув, вергли строители, тот самый, взглянув, говорится на них, сказал, что значит сие написанный камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла, и всякий, кто упадет на этот камень, на тот камень разобьется. Матфей же говорит, что иудеи сами произнесли себе приговор, но в этом нет противоречия, и то, и другое было. Они произнесли на себя этот приговор, а потом, уразумев смысл притчи, притчи сказали, да не будет, и он возразил им словами пророка, уверяя, что это непременно сбудется. Впрочем, и в этом случае не указал им прямо на язычников, чтобы не раздражить их против себя, но намекнул только, сказав, отдаст виноградник другим. Без сомнения он и притчу сказал для того, чтобы ей сами произнесли приговор, что случилось и с Давидом, когда он произнес осуждение себе, уразумев притчу Нафана. Суди же поэтому, как справедлив приговор, когда подвергаемые наказанию сами себя обвиняют. Потом, для того, чтобы они видели, что не только самая справедливость требует этого, но чтобы давно уже предрекли эту благодать Святаго Духа, и Бог так определил. Христос приводит пророчества и обличает их, говоря, «Неужели вы никогда не читали в Писании камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла? Этот Господа и есть дивно в очах наших». Он всячески уверяет людей, чтобы они, как неверующие, будут изгнаны, а язычники приняты. Это дал он разуметь и обращением с хананиянкой, и избранием осла при входе в Иерусалим, и примером сотника, и многими притчами. На это же указывает и теперь. Поэтому он и присокупил. «Этот Господа и есть дивно в очах наших, давая тем знать, что верующие язычники и те, которые из самих иудеев уверуют, составив одно, несмотря на все их прежнее между собой, различие. И действительно, ничто так не доводит нас до опасного падения и не влечет под стремнинам, ничто так не лишает нас будущих благ, как пристрастие к вещам, скоро приходящим. Напротив, ничто так не приводит нас к обладанию настоящими, будущими блага, как предпочтение всему будущих. Ищите же, говорит Христос, прежде Царствия Божия и правды Его, и это все приложится к вам». Другие говорят, что а что тогда, ничего и делать не надо, вроде не учиться не надо, да и работать не надо, и дом строить не надо. Надо это все делать, но это было не на первом месте. А то у нас так, говорят, почему ты не был сегодня на молитве в храме? «Я сепарировал молоко в это время, а я огород полол, дрова привези, я дрова рубил в это время». Служит, а всего два часа идет. И человек на это употребляет время это. Думает, что что-то успеет, а все равно ничего не успевает, потому что нет благословения. И ничего не успевает сделать. Потому что храм Божий – это есть врачебница для души. Мы, когда заболит рука, нога где-то кольнула в боку, бежим в больницу. Скорее врачей ищем, чтобы нам помогли. А ведь святитель Иоанн говорит, сегодня вы слышали, по учению вперед читалось, что храм Божий – это есть баня для души. Мы всю неделю не сходили в баню, чешется уже, тело начинает чесаться, голова чешется. Не был в бане неделю всего. Каждую неделю уходим. А душу бывает в баню, то не уходим. Неделю, две, месяц. Там уже коросты наросли, не только чесание, а коросты. А все еще тянем что-то. Об этом помню. Я и дома помолюсь. Помолишься дома. Здесь, говорит, особое место. Здесь, говорит, ангелы, архангелы присутствуют. Здесь жертва бескровная приносится. В самом деле, что сладостного и благих в благах настоящей жизни, что приятного, я намерен свободнее поговорить с вами ныне. Но будьте внимательны и знайте, что жизнь, представляющаяся вам трудную и несносную, я говорю о жизни монахов и распявшихся миру, гораздо сладостнее вожделения той, которая кажется вам приятной и удобной. И свидетели этому вы сами, которые часто во время постигнувших вас несчастья и скорбей просите себе смерти и называете блаженными живущих в горах и вертепах и ведущих жизнь безбрачную и беззаботную. Вы, которые занимаетесь искусствами, служите в войсках или живете без дела и праздно проводите дни в театре и местах пляски. Тогда в театре. А сегодня театр в каждом доме. Да не один бывает театр, еще несколько театров в одном доме. В каждой комнате по театру бывает. И там, где, по-видимому, тысячами текут удовольствия и реками увеселения, раздается бесчисленное множество горьких скорбей. Если кто воспылает любовью к одной из пресавших там девиц, тот вытерпит страдания, какими не подвергнешься ни в многочисленных сражениях, ни в многократных странствах в них. И состояние такого человека будет более тягостно, чем всякого осажденного города. Мы найдем между монашеской и мирской жизнью и такое же различие, как между пристанью и морем, непрестанно рассекаемым ветрами. Это говорит святительный Затаусте о монашеской жизни. Это были еще первые века были. Что не было таких, как сегодня монахов, все его рукоположили, и он по миру шатается, ходит. Тогда не было. Жили в монастырях, там по уставу, то есть, который был устав, строго соблюдали этот устав и в посте, и в молитве, и во всем. Избегая рынков, и городов, и народного шума, они предпочли жизнь в горах, которые не имеют ничего общего с настоящей жизнью. Занятия у них те же, какие были в начале и до падения Адама, когда он, облеченный славой, дерзновенно беседовал с Богом, обитал при исполненном блаженство рая. Адам не имел никаких житейских забот. Нет их у монахов. Адам чистой совестью беседовал с Богом. Так и монахи, более того, они имеют гораздо больше дерзновения, нежели Адам, так как больше имеют в себе благодати по дару Духа Святаго. Если по-настоящему, как должно, исполняет устав и в молитве. Одна одни не просит ни о чем настоящем. У них не бывает об этом слова, но просят о том, чтобы им с дерзновением стать предстрашным престолом, когда народный Сын Божий придет судить живых и мертвых, чтобы никому из них не услышать того страшного голоса, «Я не знаю вас». И чтобы в чистоте совести и обилии добрых дел совершить настоящую трудную жизнь и благополучно переплыть это бурное море. Это не только для всех, для нас. Мы часто, когда изгоняем тех слуг, которых посылает Господь, чтобы получить плоды, услышали Слово Божие сегодня, «А так или нет, я живу?» «Да ладно!» Это написано когда-то, это пройдет. То есть мы отогнали этих слуг. Пошли вон. Мне надо жить сегодня, надо учиться. Я молодая, еще красивая. Вот. И прочее. Этим самым мы убиваем тех слуг, которые посылает нам Господь. А Он посылает пророков, апостолов. Вы слышали сегодня чтение апостольское? Апостол Павел к нам обращался. Слышали Господь в этой притче. Мы своими делами часто этих слуг, то есть пророков, апостолов, то есть наставления божествия мы отгоняем своей жизнью. Это то же самое, что и там, в Зое Виноградаре. То есть это, мы часто поступаем, как в Зое Виноградаре. Нам говорится, мы не принимаем эти слова, то есть бросаем их за себя, как это нас будто бы и не касается. Да мало того. А еще, другие говорят, а это было давно, сегодня уже не такая жизнь. Вроде бы надо Евангелие переписать, как мы сегодня живем. А вот читаешь беседы святителя Иоанна Затаустова, это говорил он был 4-5 век, а будто бы это сегодня, как будто бы к нам обращается. Смотрю я, говорит, сегодня, как богато украшена церковь. Много вас пришло. Но я, не вижу здесь, говорит, истины, вижу, стадо валов и баранов. Это обращается к тем. И вы, говорит, пришли сегодня в храм, вы нанесли, говорит, много навоза сюда. То есть, с чем пришли, с какими мыслями? А что там долго, батюшка, говорит, скорее бы я кончал, да, нужно бежать по своим делам. То есть, пришли-то мы в храм, а что здесь, как мы себя вели, что слышали, молились, или только думали о чем-то, о другом. Знаете, притчи-то, говорят, как молиться, батюшка молится, говорит, молиться, Господи, что ж такое, сколько молимся, люди все так же, то ли ты не принимаешь наши молитвы, не слышишь. Ну, и, как бы, в забытие он в ангел берет и ведет по храму. Подходит к одному человеку, а когда касается его плеча, то тогда батюшка слышит, о чем он. А он стоит и думает, говорит, да, завтра идти в налоговую инспекцию, надо, значит, там еще, если дать тому, столько-то, мало ведь это, надо больше дать, да и тому надо дать, вот ведь это, какое-то, то есть, как откупиться от этих, думает. Другой стоит, видит молодой юноша, он подходит к нему, касается плеча, и он понимает, о чем молится, а он смотрит, а вон стоит, все вот так, ничего, красивая она стоит, ага, да и кольца нет на руке, она не замужем, надо его познакомиться, подойти после службы с ней, вот так вот, третье, все так, о чем-то думают, только в конце, где-то слышат молитва, пошли, стоит девочка, лет шести, там, семи, перед иконой Божией, матери молится, Господи, помоги, папка наш, пьет сильно, даже мамка, а он такой хороший, наш папка, хороший, хороший, но вот он такой, Матерь Божия сделает, чтобы он, ну, не пил, чтобы он бы уверовал, что ли, она молится, только одна молитва, на весь храм-то, когда он очнулся, говорит, тогда батюшка, Господи, проси меня, что я усомнился, говорю, с Твоей праведностью, с Твоей истинностью, что думал, что Ты не слышишь нас, слышит все, но молитвы, это те доходят до Бога, которые именно идут, не только устами нашими, но и которые из сердца идут, те молитвы наши Бог слышит. Я служил в Тюмени, а там Знаменский собор, недалеко, полквартала от университета, и вот, когда начинается сессия в университете, я всегда мог безошибочно сказать, что началась сессия, почему? Все студенты шли и ставили свечи, не по одной свече, чтобы удачно сдать сессию, а так нету, нету, идет пока там сколько, три-четыре месяца, пока нет сессии, нет ни одного в храме, но как сессия, все идут в храм, а несчастнее, говорит тот человек, который в этой только жизни надеется на Бога, аминь. Так, сейчас совершим мы молебен о учащихся, чтобы Господь благословил их, познать мудрость, не только сию житейскую, но и наипаче, мудрость божественную, чтобы вложил в сердца их страх Господень, чтобы более не заботились о том, как угодить не учителю, а как угодить Господу, потому что, что не делайте, все делайте, как для Господа. Помолимся об этом. Благословен Бог нас, всегда, ныне, пристный, во веки веков. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе.